Здравствуйте, уважаемые партнеры и клиенты компании eMarkets. Давайте без раскачки и сразу приступать к анализу рынков. Кстати, зовут меня Артем, и мы сделаем анализ с точки зрения WSI и с точки зрения price-section. А в комментариях, точнее в описании к этому ролику находится ссылка на полный обзор, где я также рассмотрю еще другие различные инструменты. Пара евро-доллар. Рынок пошел в консолидацию и стал болтаться в неком флете. На данный момент в рынках у нас появляются очень активные быки, но обратите внимание, что эти быки толком не получают некой реализации. То есть вот вроде бы они появляются, но в то же самое время новые цены захватить они толком не могут. Все это указывает на то, что в рынках у нас еще более активные медведи, которые не позволяют рынку пойти вверх. Если помните, ранее мы говорили о том, что в рынках находится крупный игрок, который, возможно, разводит сейчас толпу на стоп, а на стоп приказ, да, и возможно сейчас это как раз таки проявляется вновь. По этой причине я ожидаю на следующей неделе резкого движения вниз и после резкого волатильного движения вниз можно, в принципе, присматривать покупки до наших прежних целей, а именно диапазон 109-912. Но, дамы и господа, по евро очень много разводника, поэтому будьте на нем поосторожны, очень-очень осторожны. По фунту. По фунту рынок стал валиться вниз на фундаментальных параметрах. Рынок ушел в очень жесткий медвежий тренд и валится просто ну очень-очень сильно. На данный момент в пятницу мы видим, как рынок вновь упал на повышенных объемах. Здесь следует обратить вот, знаете, на такую маленькую мелочь, а что для движения вниз, а рынку требуется все больше, больше и больше денег. С одной стороны, конечно же, это указывает на то, что в рынках у нас появляются люди, алгоритмы, которые как бы фиксируют свои профиты, поэтому здесь объем увеличивается, ну то есть они забирают деньги. С другой стороны, это указывает на то, что в рынках у нас появляется еще больше и больше людей, которые покупают данный инструмент, поэтому объем у нас тоже увеличивается. Запас движения вниз, конечно же, присутствует до уровня 120-134 и по этой причине в случае, если вы не в позициях сейчас, нужно быть очень-очень осторожным. Ожидая на следующей неделе дальнейшего движения к 120-134 и последующего флета в этой области. Перейдем теперь к иене. Иена дошла до наших целей и просто резко развернулась. На данный момент иена торгуется в диапазоне 107-226. Вроде как у нас возникают такие бычьи объемы и здесь ситуация очень похожа с чем-то с ситуацией на фунте. Однако имейте в виду, что в отличие от фунта, здесь рынок просто реализует вот это вот бычье усилие. Бычьи объемы появляются и рынок очень хорошо реагирует на них. В фунте такого нет, в иене это появляется очень красиво. В пятницу была попытка медведей взять преимущество, но мы видим, что быки полностью их не смогли победить, захватив новые цены буквально несколькими свечами. Все это указывает на то, что в рынках у нас очень сильные доминирующие покупатели в инструменте. И по этой причине в общем и целом я ожидаю дальнейшего движения в диапазон 107-296 и дальнейшего движения к 107-827. Ну и выше, конечно же, область 108-434. Австралиец. А кенгуру пошел по нашему негативному сценарию и дошел до нашей цели. Сейчас происходит вот такое очень серьезное падение. И, конечно же, это все происходит на фундаментальных новостях. Обратите внимание, до этого был просто какой-то хардкор. Но здесь еще более-менее. Обращайте внимание, что рынок сейчас находится на лаях. И внизу у нас также наблюдается очень мощный уровень. Однако вот сила у медведей еще присутствует в рынке. Но в то же самое время и у быков остается, соответственно, некая сила. Да, порох, пороховница. Обратите внимание, как быки пытаются сопротивляться. У них это довольно неплохо получается. И именно по этой причине рынок может дальше колбасить. Он может резко стрелять в диапазону 064-845. И также резко падать вниз в диапазону 063-800. Это два ключевых диапазона, в которых рынок может зависнуть. И в случае, если мы подойдем к низу, рынок может замедлиться. Можете, в принципе, искать некоторые покупки. В общем и в целом, то же самое. Наоборот, делаем с диапазоном 064-845. Но мой вам совет касаемо астралийца. Хотите снизить риск на своем торговом счете, постарайтесь его не торговать. По золоту. По золоту у нас продолжается наш бычий сценарий. И на данный момент мы зависим на максимальных точках. На максимальных хаях, можно так сказать. Хотя, обратите внимание, как рынок сформировался. Довольно интересный, вот такой вот, некоторый долгосрочный такой треугольник. Но дело даже не в треугольнике. Бог с ним, с этим треугольником. А в том, что рынок достаточно хорошо вырос, дамы и господа. Причем вырос он на объемах, что указывает на очень мощного покупателя в рынке. Как следствие, я ожидаю в ближайшее время дальнейшего движения вверх. Но это все может произойти через некоторый откат данного прострела. А вот откат данного прострела, это диапазон 17.38 и 17.25. После отката к данному уровню, можно, конечно, приобретать данный инструмент. Ближайшая цель 17.80. А биткоин? Как я и предполагал, биткоин ушел в коррекцию на фоне халвинга. Если помните, я говорил, что вот сейчас можно ожидать резкого падения, коррекции, а потом, собственно говоря, роста. Но, дамы и господа, я не ожидал, что вот эта вот, собственно говоря, коррекция окажется таким большим падением. И падение произойдет вообще к области 8.300. Однако после этого рынок резко вырос и дойдя до цели 95.40. Ну, это, в общем-то, тот сценарий, который я рассказал. Просто я был шокирован этим падением. Но биткоин меня всегда шокирует своей волатильностью. Я все никак не могу привыкнуть к ней. Обратите внимание, как рынок пробил диапазон 93.28 и толком его не заметим. Сейчас рынок откатил к нему и дает довольно-таки неплохой сигнал для покупки данного инструмента. По этой причине, дамы и господа, необходимо дождаться либо вот некого сужения, замедления и последующего движения вверх. После которого можно, в принципе, уже покупать данный инструмент, либо просто дождаться резкого движения вверх и купить данный инструмент. Ближайшая цель, конечно же, 99.74 и 10.285. А продажи, вот, будут ли здесь продажи? Вот продажи на данный момент, могу сказать, что могут здесь присутствовать, но только от диапазона 90.30, прошу прощения. И говорить о долгосрочных продажах я бы, если честно, не стал. Уважаемые партнеры и клиенты компании E-Markets, желаю вам на следующей неделе счастья, благополучия и здоровья. Зарабатывайте!